Остров Буян, как пух земли. А что, вы не здешние, нет? Ну, относительно. В смысле, относительно, ну, если земли, то это понятно, да? Да, если относительно там. Здесь начнем. А, в смысле, да, то есть, а днем вы в штатах, да? Здесь я и где-то в Америке. Никаких штат. Нет? Мы русичи. Мы живем здесь. В данном случае я из Кривого Рога, но три лета уже живу здесь без вылаза. Такой Рог такой симпатичный, да? Я знаю, да, такой длинный, сто тысячи километров. Вдоль непонятно чего, да. Бурортная зона, милости просим. Да, дыши не хочу. Да, 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 в яме. Да, 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 знаем. Кривый Рог, да, там рядом все пороги тоже с той же серией. Ой, да, да, да. Да, и все остальное. А что в Бургусе пешеходно? Не то, что бы. Да, вообще яр. Ну, да. Ты привыкнете, где вы себе написали? Нет, нет. Ну, в честь. Ну, я Попом подрабатываю по выходным. Ой, какое слово нехорошее у русских вообще-то. Почему? Поп – это аббревиатура. Поп – это аббревиатура. Это обозначает страх от сопридавшей. Да я понимаю, что это все это просто. Серьезно. Да, да, да. Там по четырьмым маршрутам туда-сюда. Ну, Квакушки я называю. В Москве. Ну, Кваква. Это единственный город, где Кваква есть. Здесь Советский Союз – Кваква. Это, блин, ни одного. Разные сочетания есть. Это Ква, блин. Это говно. Что это за город? Это болото, блин. Лягушачье. Кваква. Блин, не двигайся. Я их загонял. Даже сексом не могли заниматься. Не двигайся. Вниз, вверх. Ну, там, где фиолет мыслит. Воинская часть. Там Путинская. Мне друзья позвонили. Сейчас будем пусоваться. Он здесь. Прогнал их. Они вообще никакие. Потом целый день говорит, мы встать не можем. Ноги болят. По этим по этим по этим... 800 ступенек? По водоскать? Да нет. Говно они. На какашкин пляж я не хожу. Это говно там. Монастырь и воинская часть дерьмо сливает. Каждый день нахер там не находиться. А кто сливает дерьмо? В воинской части монастырь. Каждый день, да. А монастырь, когда накопит за осень, весна, зима, он за сутки до Пасхи все дерьмо сливает резко. Там есть такая расщелина. Он более туда. Она всплывает потом там в районе там 50 метров. Ну все это говно там растворяется. Сутки до Пасхи? Что? Сутки до Пасхи. Да, там были такой принцип. Вот это были при Украине и так далее и так далее. Там была раньше когда-то святая вода вот считалась, да? Да. Ну я в восьмом году беру. Она, блядь, зашел с тыла к монастыря. Смотри, там эти отстойники, когда вода отстаивается. Это естественная вода, которая течет с Каябаши. Ага. Ну это вот монастырь. Ничего там не затрат никаких нет. И там отстойники. Блябаны. Да как хуйня. Думал. Блядь, давай возьму две бутылки на беру. Отправил в Киев в институт паладин. Там Писюха за ведущей лабораторией. Да химия. Блин присылает мне диагноз. Не знает откуда. Там формула. И внизу приписка. Нежелательно стирать нижнее белье. Это святая вода считалось. Вообще зачетно. А у нас дома, кстати, яркая вода с крана течет. В ней по стандартам европейским нельзя, короче, купаться. Но она у нас с крана течет. Мы ее пьем, еду готовим. Нет. Организм переработает. Все зависит просто как, что и в каком количестве. Допустим, летом это одно, зимой это другое. Бактериоз идет полный, размножается там все это хлам. Это, знаешь, должен быть иммунитет серьезный. Но это хорошо, что некоторые умирают. Потому что, как бы, хлам должен умереть. Понимаешь? Потому что размножаться нужно правильно. Понимаешь? Знаете, у меня какой вопрос? Можно я пока мы далеко не ушли от темы? Да. А вот если в монастыре военная часть скидывается в говно. Что вы там до хера что оно в море никак? Нет. Да оно уходит. Уринотерапия получается там. Короче, смотри. Труба уходит в расщелину там. Калина. И все это воинская часть в советское время делала себе правильное. Отстойник. Но потом обвал сошел и все то, что они делали, нахуй все это. Конечно, там затраты они сделали немеренных. Просто обвалилась порода и все то, что делали, мы старались все-таки где-нибудь. Все нахуй. Ну они же дебилы. Понимаешь, не могут рассчитывать, что это осадочные донные породы. Они все равно как это обвалятся. Да. Это ж вот где ты находишься, это под водой. Не, ну ты строишься, ты хуй знает обвалишься она или нет. Я вот тоже спускаюсь по камням. Я же не знаю обвалится он или нет. Я просто готов уже. 60 метров, понимаешь там. Упасть. 180. Такая большая 285. Мы соя 585. Понимаешь, там серьезные величины, понимаешь. Просто разница большая. Да, да, да. Я-то каждый сантиметр знаю, мне все пофиг, допустим, да. Ну как бы знаю, да, сколько трупов вытаскивали. Бросишь труп там. Собаки вот эти, которые бегают. Вы обожали все нахуй. Остались там фрагменты. Ну мясо вкусное. В море там поплаваю чуть-чуть, знаешь, провярилось. Сколько трупов навошлись. Да, блин, ну нифига, собаки вот эти, которые бегают. Ну это такие дворовые, да, там типа. Ну так хорошо у нас едят человеческие дни вообще. Ну и свиньи хорошие едят, да? Ну я не знаю, значит свиньи. Свиньи просто в море не плавают, как бы. Значит они такие жирные, как люди. Свиньи едят. А, свиньи едят. А, ну не все едят, понятно. Слышал я информацию о том, что человечество оно самое вкусное. Ну по определению. Да вон, смотри, вот смотри. Я когда там в архивах хрылся, там Харьковской, Харьковской губернии, все там 45-47 год. Да там, блин, люди жрали друг друга. Матери своих детей съедали, блин. Епать копать, когда голодуха была. Это послевоенное, знаешь? Радио сожрало бы. Я, вообще, везде, свежее нормальное мясо сожрало бы. Все кальпни, покакало, нормально. Выход нормальный, все. Зашибись. Молоком запила, да, такая. Я не знаю, каким молоком, но не важно, чем запивала. Вот, это тем, что не знал, наверное, до 100 тысяч. Ужас. Вот это время. Да вот, смотри, я в Питерском университете учился, да, так сказать. И там, ну, я на физкультуру не ходил, да. Ну, как бы, для меня это было. Ух, ничего себе. Всех угощаете? Да, говорю. Ну что, всех на новую. Спасибо, дорогие. Так, слушай, нет, смотри. И вот, я, как бы, физикой не занимался, мне нафиг. Потому что там, я до этого заканчивал, забегал в посерьезную, да. А там, который физкультурой тренировал на университете, да. Он был во время блокады шеф-отряда по поимке людоедов. И вот он мне многие вещи рассказывал там, какие вещи. Он был шеф-отряда, который в определенном квадрате, ну, в определенном регионе, да, Питера. И вот ловили людоедов, которые набирали друг друга. Ну, в смысле, не мясо такое было. Че, они прямо охотились на друг друга, чтобы сожрать. Прикольно. Прямо отряд на отряд, да. Ну, как бы, в таких случаях массово. Ну, здесь, как бы, да, выступить, бля, все. Немцы, немцы, немцы не таковарим, нафиг может сдохнуть, сдохнуть. И, блин, блин, не похуй, била. Эту пиздеж устрою легендарность, легенду подарили, бля. Туда-сюда такой героинь. Да никакого героизма не было, бля, бля. Хуйней, страдали, бля, просто подыхали. И просто стояли своими, не жертвовали. Нахуй им своих бросать нафиг на это. Они сдохнут, да. То есть, вот вы ни отходы, ни отходы, ничего, бля. Все, ловите меди и жрите, бля. Все, вот сдохните, когда-то. Поэтому у них было просто все. Немцы жестко поступали. И когда наши, бля, потом уже... А что тут, как тут сдохнет этот урожай такой человек? Ну и сдохнет тупик степ, бля, что тут, бля. Сил нету, ничего нету. Вот стоит толпа. Все начальство свалило, съебалось, нахуй кинули мясо, бля. И сдыхайте, бля, понимаешь? Ну, бля, все, пошел он персики собирать. Какие персики? Здесь пустырь был вообще. Это, бля, сейчас здесь, это, бля. Здесь... Севастополь, это две улицы, три дороги, бля. Это большая морская Екатерининская, все пиздец. Остальное, бля, это города не было. Это просто, бля, хлам, понимаешь? Пустырь полный, бля. Это англичане набережные сделали, французы трамвай сделали, чтобы когда вот это... По идее, без благ цивилизации, нахуй никому не нужен. Фиолент. Да нет, это хлам. Ты че? Греки, когда начали там строить, бойцы приезжают, говорит, хер вас сюда жать. Ну, ты просто живешь на Фиоленте, там, своим этим, да. Хер вас сюда жать. Они, ну, что такое, говорю. Ну, Босфорская нормально, там, на Востоке. Ну все, картошку сажать, че? Ну, не просто надо было быть честными. Там итальянцы рэкетирские точки свои поставили, вместо греческих. Они здесь, в этом хламе, ничего не строили. 700 с лишним лет нихуя не строили итальянский рэкет. Они контролировали наркотики, вся эту хуйню-муню. Все делали нормально, да? Потом, татарский рэкет тоже ничего здесь не строил. Ну, который 300 с лишним лет был, бля, похуй было все. Когда Катька приперет сюда, говорит, как мы эту дыру назовем? Там, на северной стране стояло 6 татарских, бля, полуразвалек, да? Это, на вторая смысл? Ну, в смысле, да, Катька. Да. И где кто-то ляпнул в окружении Севастополь, видно, слышал какое-то слово. Ну, потому что она построила, поэтому сейчас Путину ее отдали. Да, Кать, и так понравилось это слово, она подписывает указ, бля, назовем это, бля, беру эту, бля, Севастополем, да? Все, пиздец. Ну, раньше интернета не было вот этого хлама всего, да? Мусорных ям этих, да? Ну, банджатников. Бля, через 20 дней Европа хохотать начала, приходит сообщение на ко мне, говорит, Кать, ты что, дура? Ебнутая, что ли, на всю голову? Ну, как ты могла в одной морской акватории одним и тем же именем второй раз назвать точку на карте? Ты, блядь, уже, ТИАЖ-образование, исторический кровей, блядь. Я не знаю, что с тем мужиком, который ляпнул, какую ему голову отрезал, верхнюю или нижнюю. Это тайна, понимаешь? Она отменяет название, и пока первый Севастополь она не переименовала в Сухум, три года заняла процедуру. А тот был до этого Севастополь, 700 лет Севастополем, блядь. А сейчас Сухум, да? Это Сухум, да, при греческом реке он назывался Диаскурия, понимаешь? Ну, это Сухум, да? А потом, когда итальянский реке пришел, называли его Севастополем. И вот на севере Италии, во всех крупных городах, есть Пьяцца, Пьяцца это площадь, Кремия, да? Ну, Крымская, да? И Корсо, Корсо это проспект, Севастополь. Ну, не этот Севастополь, а тот. Итальянцам похуй, они не знают даже этого уже, понимаешь? Ну, им похуй, понимаешь? А здесь вообще все нули. До революции все это знали, кто мог читать. У итальянцев и так нормально все живется. Да, они похуй сюда. Не, ну все на свое время. Не, ну то, что Катя лоханулась конкретно, ошибку исправила. Ну, как корабль назвали, так он и попер, блин. И так в говне окунулся. Дважды просрал и героем встал. Нихуя себе, где такое видно? Это фантастика вообще. Такого вообще нету места на земле. Чтобы дважды просрать и героем стать. Нихуя себе. Хммммммммм. Тейлакс